Всем привет! Жилой комплекс Черное море уникальный жилой комплекс. Ну хотя бы по двум критериям. Во-первых, индивидуальное газовое оборудование обеспечит вам отопление в любой момент, когда вы пожелаете. Во-вторых, электроплиты, что тем самым уменьшает риск взрыва опасности и тем самым вы будете спокойнее брать квартиры в этих домах. Ладно, мы сейчас находимся на Анапском шоссе 50 и у нас с вами Черное море жилой комплекс, строительная компания из Геленджика. Что интересно могу рассказать об этом жилом комплексе? Этот жилой комплекс возник очень-очень быстро. Его начали строить буквально в октябре предыдущего года и сейчас, как вы видите, 15-этажный трехсекционный дом готов и вот-вот в январе уже будет сдача этого жилого комплекса. Это еще интересный уникальный комплекс тем, что вы платите деньги только по факту, когда дом сдастся и уже, соответственно, встанет на кадастр. У вас сразу будет уже газ подключен, вам не надо будет делать врезку. Это экономит ваше время и деньги в том числе. У него интересные планировочки, самая маленькая 3-4-2. Есть двухкомнатные, трехкомнатные, однокомнатные квартиры. Они сдаются в предчастовой отделке, кроме стяжки полов. Стяжка пола делается вами, потому что есть вероятность, что вы захотите сделать себе водяной пол. И это еще одна уникальная изюминка жилого комплекса Черное море, что здесь реально можно сделать водяной пол. Когда в большинстве других случаев, где идет центральное отопление, это сделать невозможно на законодательном уровне. На секущий момент, вот сегодня у нас 6 декабря, уже 95% квартир забронированы, но 5% также еще в вашем распоряжении. Также вы увидите квартиру в предчастовой отделке от застройщика, чтобы сравнить. И, соответственно, мы с вами прогуляемся в новом объекте, в новой квартире, двухкомнатной квартире, которую еще пока что никто не снимал. Мы с вами первые увидим эту квартиру. Дело в том, что было изначально задумано, что это будет шоу-рум, как вариант отделки от застройщика, но потом решили, в принципе, ее и продавать. Поэтому вы сейчас увидите эксклюзив в ту квартиру, которую еще никто не показывал. Пойдемте. Отделка, кстати, есть от застройщика предчастовая, но без стяжки пола, потому что можно сделать водяной пол. И также есть отделка от застройщика уже под ключ. Сейчас мы посмотрим, кстати, что это за отделка, ее особенности. Ну и заодно я вам покажу, попробую показать, какой отделки сдают предчастовые объекты. В общем, поехали. Данная квадратура данной квартиры составляет 37,5 квадратов. Видите? Наша прихожая. Таким образом выглядят у нас санузлы. То есть тут у нас квадратура 36 квадратов, но, как вы видите, все необходимое помещается. Полноценный метр семь ствана свободно заходит. Да. Наша кухонная зона, и мы частично разделили, сделали как половину гостевой, половина у нас кухонная зона. Так, мы расскажем тогда, что вот входит в отделку, если это из мебели, что вы срочно предлагаете за отделку? Абсолютно все то же самое, только кроме мебели. И у нас также идут теплые полы в районе санузла и кухонной зоны. Также ты говоришь, что есть дешевле 17 тысяч на квадратный метр. Да, у нас трех видов ремонт. Получается, это самый дорогой, 17 тысяч квадратный метр. Далее ниже средний идет у нас 14 тысяч квадратный метр. И самый базовый это 6 тысяч. И вот самый базовый, от самого дорогого, все-таки чем будет это решать? Материалы. Материалы будут более дешевле, проще. Здесь, я так понимаю, стены окрашены? Да, тут полностью идут, стены окрашены, тут обоев нигде нет. Хороший ламинат, да, или потолка? Да, это ламинат. Очень высокого цвета. У нас балкон и витражный стеклин от повода потолка. Это также в стоимость квартиры входит. То есть ту цену, которую мы озвучиваем, это цена окончательная. Никакие дополнительные суммы мы не берем. А сплит-система входит или нет? Нет, сплит-система, это уже отдельно. Здесь тоже, да, натяжной потолок? Да. 37,5, но опять-таки 37,5 это квадратура по оплате. Общая ее квадратура 39,5, так как у нас балконы по 0,5 коэффициенту. То есть люди будут оплачивать за полбалкона. А вот скажи, сантехника не будет входить или входит? Нет, сантехника не будет входить, только ее отделка. Также мы здесь оставляем нишу под шкаф. То есть у людей есть возможность сделать это то же самое. Очень удобный. На самом деле интересно, да? То есть ниша изначально, да, продуманная была для шкафа? Да. Ну, мы это в проекте заложили, то есть это уже будет. Сейчас давайте кухню поголовную. Такая солнечная, светлая. Очень красиво, да, смотри, диодная, да, там тут светка сделана. Да. Сразу не спадает вниз. Здесь, получается, это мы находимся территориально в какой секции сейчас? Это третья секция, в уход окнами на юг. Ага, на южную сторону. Хорошо, давай посмотрим еще другие планировки. Кстати, в подъезде очень интересная отделка. То есть на две зоны поделена. На полу тоже плитка лежит. Ну, когда все это вымоет, будет намного другой совершенно приятный светлый вид. Очень просторный. Высота, кстати, здесь какая потолковка? По-моему, очень три метра. Вот я и заметила, что очень высокие потолки. Так, а это у нас предчистовая отделка от застройщика. Здесь есть все, кроме стяжки полов. Объясню почему. Потому что здесь возможно подключить водяной пол. То есть это вот один из живых комплексов, в котором реально можно это все сделать. Посмотрите, здесь абсолютно ровно штукатуренные стены. Мы сейчас на втором этаже, поэтому не обращайте внимания, что труба как коленом уходит туда. На самом деле, вот с третьего и выше будет просто вот такая вот прямая труба. Вот, кстати, сразу будет подключен газ, что немаловажно. Вам не нужно платить за врезку. Это все сразу уже сделали и оформили к вашей покупке. Вот видите, мокрая зона обозначена. Так как здесь будут трубы и, соответственно, вентиляция. И вам давайте покажу еще комнату. То есть это Евро-2 формат 34.2, самая маленькая. Вот здесь вот у нас жилая комната 16 квадратных метров. И кухня у нас тоже практически 15 квадратов. То есть здесь можно оборудовать даже диванчик, если совсем-совсем захочется. И вот видите, панорамное стекление. Установлена пожарная безопасность. И вот, пожалуйста, проложены трубы. Будут подсоединены, кстати, еще радиаторы. То есть пока еще не успели, будут обязательно подсоединены радиаторы. И вы также, если захотите, можете сделать водяной пол и затем уже сделать самостоятельно стяжку. Вот здесь у нас будет санузел. Но здесь, ну, ребята хранят что-то очень важное. Поэтому пока что здесь нет санузла. Но здесь есть помещение, где хранятся очень важные предметы. Вот такая вот отделка предчистовая. И здесь очень высокие потолки. Мне это сразу бросилось в глаза, потому что действительно высота огромная. Просто огромная. Третья секция на втором этаже. Ее квадратура 58 квадратных метров. И она вот уже показывает нам вариант ремонта, который здесь можно. То есть все, что здесь есть, она будет так и продаваться. Вот у нас санузел сразу бросается в глаза. 3,44. Его интересная такая форма. Здесь, видите, предусмотрена ниша для санузла. Вот он рукомойник. Смотрите, какое зеркало, видите, с подсветкой. Здесь электрический полотенцесушитель. Душевая кабина. Качественный кафель. Смотрите, лежит на стенах. Натяжной потолок. 5 точек света. Вытяжка. Давайте перенесемся в коридор. Коридор у нас, видите, на кухню и на 2 комнаты. 7 квадратов его площадь. Кухня у нас 11. Это без учета лоджии. Но так как лоджии здесь нету, то есть прибавляем метр 1,82. Это если мы будем платить, то есть полная ее площадь 52,65. То есть вся площадь кухни получается 14 квадратов 68. То есть действительно она такая большая, просторная. Здесь, видите, уже на полу лежит плитка. Здесь тоже сделана зона. Для готовки. Газовый котел, видите, вот такого белого цвета окрашена труба. Вот он, котел для газа. Трубы выведены. Здесь тоже встроенные светильники в натяжной потолок. Панорамное остекление. Единственное, что здесь нет теплых полов, но зато вот с таким, с чистовым ремонтом она продается. Приблизительная стоимость 3,700 с копейками. Ну и пока она не в продаже, но ее будут продавать, это точно. Когда именно, тоже не знаю, но вот эта квартира будет точно в продаже. Это комната 1376. И вот видите, здесь очень интересно сделано зонирование под шкаф-купе. Пожалуйста, ниша уже предусмотрена. Зона кровати выделена вот такими вот зеркалами по бокам. Предусмотрены, видите, розеточки с одной стороны, с другой. Установлен радиатор. На полу ламинат, плинтус, оклеены. Здесь не оклеены обои, здесь они окрашены стены. Именно в этой комнате на кухне были оклеены обои. Здесь в коридоре тоже стены под покраску голубого такого приятного цвета. И мы оказываемся святая святых 1372. Это площадь зала, да, или вот детской. Смотря как вы будете эксплуатировать, здесь даже видите уже обои со звездочками. То есть я думаю, что все-таки она подразумевается как детская комната. С другой стороны сделано зонирование вот такими вот интересными обоями. То есть здесь одна половинка будет в таких звездочках, а другая половинка вот с таким интересным орнаментом. Там тоже вот она под розетку, пожалуйста, вот провода. Здесь радиатор и розетки достаточного количества, 6 стучек с этой стороны. Вот там можно сделать розетку, допустим, под сплит-систему. Внизу розетка, выключатели, интересные межкомнатные двери качественные установлены. Ну вот такая вот двухкомнатная квартира, 58 квадратных метров, если считать полностью по всей площади с лоджией, да, которая у нас здесь идет в коэффициенте половина, то будет 52-65. Если понравилась эта квартира, пишите. Вот пример отделки от застройщика. Еще раз покажу вам, как все это сделано. Смотрится очень свежо, чистенько, аккуратненько. Я так подозреваю, ванна могла бы быть в туалете, но там стоит душевая кабина, поэтому пока она здесь еще находится. То есть они сделали душевую. Сейчас вот отапливает помещение электрический обогреватель. И обязательно жду ваши комментарии. По мне очень интересная планировка, очень интересное дизайнерское решение, потому что все-таки все продумано до мелочей. Даже, видите, и стены под покраску хорошо сочетаются, допустим, с оклеенными обоями в других комнатах. В общем, жду вас в комментариях. Ну а с вами была Светлана из Черного моря. Я специально для вас показала предчистовую отделку и отделку от застройщиков в двух вариантах. Один из них был шоу-рум, а вторая двухкомнатная квартира просто с отделкой от застройщика. Всем пока-пока. Обязательно подписывайтесь. Если нужен вариант подбора квартир в Анапе, обязательно звоните. Буду рада вам помочь. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»